Билетов нет. Такой надписью встречали кассы «Авангарда» накануне матча жизни с «Динамо». Болельщики Зари, опоздавшие за пропуском на стадион, могли сразу начинать готовиться к Евро-2012. Календарь под рукой. Возможно, там повезет с билетами больше. «Динамовцы» перед поединком пытались понизить концентрацию. И некоторые действительно проводили контейнер с пивом пытливым взглядом. А на поле беседовали старые партнеры Ребров и Шевченко. Одному весь матч курсировать по линии атаки, второму – от скамейки запасных к дисквалифицированному Юрию Семину. Тот сначала занял место в пресс-ложе, а потом переместился в подтрибунку, поближе к очагу событий. Тренеру «Динамо» вряд ли пришлось бы нервничать, увенчая его подопечное голевым успехом свое подавляющее преимущество на старте встречи. Заря откровенно перегорела, и только неточности Армоленко да нерасторопность Шевченко спасли хозяев от классического быстрого гола. Наверное, такие неуверенные действия хозяева и расслабили «Динамо», слишком легко давалось киевлянам начало матча. Но чем дальше поединок уходил к перерыву, тем увереннее играли луганчане. И хотя Киев все равно был ближе к забитому голу, «Динамовцев» снова подвели действие в штрафной зари. Кстати, уже в первом тайме Семин почувствовал неладное и бросил в атаку идея Брауна, которого придержал на скамейке. Не помогло. На перерыв противники отправились с нулями на табло. Интересно, за какую из двух своих бывших команд болел легендарный Александр Заваров. Сам он так и не признался. Хотелось бы увидеть хороший футбол, да? Хороший футбол. Пока нет. Не вижу пока еще накала борьбы. Думаю, во втором тайме, наверное, будет накал. Что одной, что второй команде нужны очки для того, чтобы они претендовали. Одни на золото, другие для того, чтобы остаться лучше. Вторая половина принесла долгую, в 50 минут, осаду ворот Казаченко. И столь же долгую и изнурительную нервотрепку для обоих тренеров. Заставил прыгнуть пульс Андрей Шевченко. Но что это? Всегда нацеленный на ворота бомбардир решил отдать передачу? Вот уж действительно нервы. Провальный матч для Шевченко, который, если и запомнился с трибун, то только разыгранный на пару с Григорием Ярмашем, фантомимой, чей туфля мое. Нервы начали сдавать и у голкипера Луганчан. Дмитрий Казаченко дважды устраивал свою штрафную форменную панику. Дважды гости не смогли этим воспользоваться. Зато сколько нервных клеток потеряли очевидцы эпизода с перепрыгиванием мяча. Вспомнится Казаченко и чуть позже при ударе Ярмоленко. Показалось ли и вправду убирал руки голкипер Луганчан. Но мяч тем вечером в ворота Зари не хотел заходить ни под каким предлогом. У Зари запомнился эпизод с падением Джаба Лепартии. Как говорится, боролись двое, а упал тот, кому было нужнее. Напряжение достигло апогея, когда высветилась табличка в пять добавленных минут. Нервы сжигались штабелями. Динамо упускала не только победу, Динамо упускала золотые медали. А зря держалась, кажется, только на морально-волевых. Неудивительно, что после финального свистка, означавшего для Зари прописку в премьер-лиге, долго успокаивал сердце Юрий Вернедуб, который в качестве награды за отличный второй круг был избавлен от приставки ИО. А команды на поле потянулись к своим болельщикам. Динамо с печалью. Заря делится триумфом.